О чрезвычайных ситуациях, которые произошли в регионе за последние дни, речь шла сегодня и на штабе по комплексному развитию региона. Обсудили в Доме правительства и другие темы. Игорь Кранцев подробнее. Совещание началось с оперативной информации о пятничном ЧП со взрывом дома на улице Корунковой. Алексей Русслих заявил, что пострадавшие семьи получат по 150 тысяч рублей. Будет и адресная помощь. Губернатор отметил слаженную работу медиков, спасателей и других структур, но просил продолжать держать ситуацию на контроле. Речь как о медпомощи, так и о восстановлении документов. То же самое о крупном ДТП в Цельнинском районе. Глава области просит информировать его о состоянии пострадавших ежедневно. Двое находятся в тяжелом состоянии, двое отпущены домой. По детям один ребенок отпущен домой после консультации медиками, двое находятся на стационарном лечении. Ряду категорий медиков, к слову, в ближайшем будущем повысят выплаты. На федеральном уровне решение уже принято. Проект, конечно, очень важный. Он предполагает увеличить размер специальных социальных выплат за счет средств областного бюджета. Это скорая медицинская помощь, первичная медико-санитарная помощь, включая диспансерное наблюдение. Уборочная страда выходит на свой пик. Средняя урожайность обнадеживает. Высокие для региона 30 центнеров с гектара. В передовиках, по урожайности, у нас Чердоклинский район более 39 центнеров с гектара, Корсунский 38,4, Новомолоклинский район почти 38, и намолочено более 600 тысяч тонн зерновых и зерновобовых культур. Можно сказать, что выполнено более половины от плана. Федеральному проекту формирования комфортной городской среды повышенное внимание. В нынешнем году в планах ремонт семидесятков дворов и почти 20 так называемых общественных пространств. Срок реализации у нас запланирован до 1 ноября. И на сегодняшний момент дворовые территории, общественные пространства у нас готовы на 75%, а победители всероссийского конкурса процент готовности на сегодняшний день 43%. Хорошие темпы и у отрасли туризма. Согласно официальным данным, за полгода регион посетили порядка 400 тысяч человек. Учитывали тех, кто пробыл в области не менее суток. Мероприятие, которое в ближайшее время в нашем регионе состоится, должно было быть в Самарской области. Это фестиваль протока, собирает 3000 человек. Ежегодно проходил в Самарской области почти 10 лет. Также подведены итоги визита делегации региона в Иркутскую область. Намечен ряд перспективных проектов в сфере промышленности. Диалог продолжится в октябре, когда гости с берегов Байкала планируют приехать на Среднюю Волгу. Игорь Кранцев, Юрий Давыдов, Вест-Ульяновск.